И Джон Адамс, который будет вторым президентом Америки, он сказал, что революция происходила в умах и сердцах людей уже с 1620 года. Я хочу объяснить эти знаменательные слова. То есть, когда прибыли первые пилигримы, начала в их умах и сердцах происходить революция. Какая революция? Они должны были поставить вопрос, ну хорошо, мы были англичане, мы приехали сюда, кто мы теперь тут? Они бежали от преследований, они нашли какой-то покой в душе своей. Но вопрос об идентичности, кто мы есть. Понимаете, революция – это осознание того, послушайте, почему была революция? Это осознание того, что мы другая нация, чем англичане. Мы другая страна, чем Англия. Мы не англичане, мы американцы. И это сознание с того момента, как они вступили на берег Америки, это вопрос, он мог подсознать, сначала возникать, потом явно вставать. И окончательно это проявилось, когда Англия приняла решение поступать с ними, как с колонией. Побольше денег получать с них. И ввела сахарный закон 1764. Это первый акт, ну, насилия Англии над Америкой. Сахарный закон. Это налог на сахар, вино, шелк, кофе. И послушайте, какие слова сказал этот Адамс. Один-единственный акт парламента заставил людей передумать за шесть месяцев больше, чем за всю жизнь. Так. Потому что все новые американцы стали спрашивать. Англия увеличила налоги очень сильно. Ну и что? Она имеет право или не имеет права? Она наша метрополия или мы сами по себе? Мы зависим от Англии или мы независимая страна? Вы понимаете меня, да? Это же первая антиколониальная война, которая была на нашей планете. Когда американцы выступили как колонии за освобождение от Англии. Вы поняли? Это фильм «Патриот». А? Фильм «Патриот». То есть вот так начинает складываться нация. Когда один беглец, другой беженец, этот там случайно. Это не нация. Это не народ. Вот у них началось осмысление, которое ускорил этот акт парламента. Очень неумный акт. Зинтили цены. А потом, извините, это не цены на чай, на марки. Писать письма, как ты? С голубем пошлёшь или как? Значит, цена заплатят сколько угодно, потому что там родные остались. Какой-то семье остались. Друзья остались. Писать письма надо. И марки были очень дорогие. Гербовая бумага. Документы нужные. Документы там, по наследству какие-нибудь. Кто это будет делать? Тут и печати у них нету. Не растёт печати в Америке. Все печати в Англии. Все законы. Вы понимаете, какая вещь? Поэтому гербовый сбор за гербовую бумагу. Бумага с гербом. Такая официальная бумага. Не как у меня бумага лежит, а бумага официальная. За неё тоже огромный сбор. И вот случилось событие поворотное. 1773 год. Я вам давала хронологию Америки. Написано. Бастонское чаепитие. У меня даже картинка есть об этом. Событие. Бастонское чаепитие. Это там чай никто не пил. Это колонисты. Возмущённые. Вот. Бастонское чаепитие. Колонисты переоделись в индейцев. Залезли ночью на корабль, который привёз чай. И чтобы его никто не покупал, и чтобы Англия поняла это возмущение их, они весь чай побросали в воду. Все тюки с чаем побросали в воду. Поэтому называется бастонское чаепитие. Понятно, да? Завалили. Они выразили свой протест. Значит, Англия, значит, увидев такие их возмутительные поведения, она, значит, войска пошлёт. И Англия будет показывать свою силу. А кто важный правил? Ой, знаете что, там... Кто же там правил в это время? Вот они стаскивают статую. Так, минуточку. Ликующие нью-йоркцы срывают статую короля Георга Третьего, символ английской тирании, Георг Третий. Вот они стаскивают. Знакомая нам картина, да? Когда памятники стаскивают. Вот, смотрите-ка, стреляют эти английские войска, желая подавить восстание. Они пришли. Пришли, а как же. И вот человек, который станет во главе этого сопротивления. Это... Вашингтон? Да. Он был начальник местной милиции. И англичан задали, да? Они англичан победят. Они их выгонят. И они организуются. И Джон Адамс, великий мудрец, он скажет, или мы будем все заодно, или нас всех повесят поодиночке. Это, собственно, начало рождения штатов. Соединённых штатов. И вот в эти побережья, там было 13 штатов. Вот мы называли их. Они сложились исторически. Кто что захватил? Но тут эти штаты... Причём каждый держался независимо. Он не касается... В Буритании не касается католиков, в католике не касается баптистов. Баптисты ничего знать не знают про гугенотов. Но тут вопрос был объединение. Нация объединилась. Потому что или мы будем все заодно, или нас перевешивать всех поодиночке. Один штат возьмут, другой штат возьмут. Вот. И они стали быстро организовываться. Значит, там были свои губернаторы. С самого начала власть... Ещё не было президента. Но власть была своя. Губернатор, скажите, пожалуйста, кого он будет больше слушаться? Своих вот подданных здесь? Или там далёкую Англию? Своих. Кто ему деньги платит? Тут колонисты платят деньги. Они Англии. И поэтому дело ему не в Англии. И он вместе со своим народом. Это очень интересная вещь. В 1776 году состоялось великое дело. Вот оно. Подписание декларации независимости. Когда это первый закон, принятый колонистами, это, собственно, начало Америки. Начало Соединённых Штатов Америки. Начало нового государства. Частое имя. Когда появилось... 1776 год. Когда появился... Свой закон, своя конституция. Это декларация независимости. Независимости от Англии. И там были провозглашены следующие права. Человек имеет право на жизнь. На свободу, на счастье. Чудесно. Как музыка прямо. Война длилась... Шесть лет будет длиться. Но вот эта вот декларация независимости уже их поставит на свои ноги. Я хочу немного рассказать про личности, которые составляли эту декларацию. Это был Джефферсон. Это были отцы-основатели. Значит, маленькая такая подтема. Отцы-основатели американской нации. Это Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. Они разработали проект декларации. Джефферсон будет третьим президентом. Первым будет Вашингтон, потом будет Адамс. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminary.com Я хочу рассказать про эти личности. Томас Джефферсон – это дитя просвещения. Верующие, неверующие любят повторять. В конституции Америки писалось все с Библией в руках. Библия в руках, может быть, и была. И на Библию клянутся до сих пор. Но это не мешало всем отцам-основателям быть детьми просвещения. То есть деисты. Бог есть, но засучив рукава, работает человек. Все делает человек. Могущество человека, все силы человека. Возможности человека. Даже все эти возможности, которые вложены в Конституцию, что ты можешь быть сапожником, а потом стать президентом. Ты можешь все. Есть такие таланты, есть способности. Давай, вперед и достигнешь. Когда здесь сказано «право на жизнь» – хорошо. Право на свободу. А что такое право на счастье? На какое счастье? Знаете, что имеется в виду? Право обогащаться. Счастье – это обогащение. И поэтому мотор жизни американцев – обогащайся. Лезь вверх. Делай карьеру. Нарушай эту средневековую модель неподвижности. Кем родился, тем и умрешь. Которая очень сильно в нашей стране. Знаете, что? Есть такие исторические какие-то корни. Очень трудно их менять. Наш народ, и я в том числе. Я хочу, где родилась, там и умереть. Американец будет считать это величайшим несчастьем жизни. Они меняют места каждый 10 лет. Так вот, символ американской революции – Джефферсон. Он такой, знаешь, сколастый, типичный американец. У него такая вот грива, взгляд орлиной. За его вечный бунт, неутомимое утверждение независимости, борьбе против сил, стремившихся и стремящихся подавить дух человечества. Разносторонние знания. Все они были энциклопедисты. Это, знаете, что-то влияние Франции. Вы знаете, что во Франции были энциклопедисты, которые энциклопедию писали. И они потом и законы писали. Очень образованный человек. Это чем он интересовался? Это математика, музыка, архитектура, астрономия, метеорология. Потом естественные науки, лингвистика, агрономия. И, конечно, история, политика, просвещение. О, какие разносторонние интересы. Вы знаете, что это правильно. Надо всем интересоваться. Попал на свои шесть соток. Ну, изучи ты, как цветы выращивать, как тюльпаны выращивать, как луковичные, как семена, для чего тень требуется, для чего. Я уж на что далеко от сельского хозяйства. Но я знаю, что чёрную смороду можно сажать в тени. Она любит тень. Вот так же на Сурции, например, можно в тени ставить. Они будут ярко красные и украшать тёмные уголки будут. Понимаете ли, ты занялся чем-то? Ну, изучи это. Изучи. Посмотри вокруг этого. Вот занимаемся историей. Читайте исторические романы, исторические книги. Истории в любом виде. Ну вот. Против любой тирании духа. Свобода религии, слова, печати, собраний, создание суда присяжных. Это всё Джефферсон ввёл. Естественно, с самого начала. Вот понимаете, что мы к этому суду присяжных шли мучительные тысячу лет. И когда мы его сделали, вот сейчас суд присяжных, мы не знаем, как от него избавиться. Потому что неквалифицированные люди, а правду всех преступников подряд. Мы говорим про декларацию независимости 1876 года. И мы... 1800. Ой, извините, 700. Помните, что в 73-м году было бастонское чаепитие, да? А теперь отцы-основатели. Кто написал эту декларацию? Это Джефферсон. Это второй Бентамин Франклин. Это же известный... Франклин. Это известный учёный. Президент. Нет. Он учёный. Он учёный. Изобретатель. Электричество. А, электричество. Да. Электричество. Он изобрёл громоотвод, бифокальные очки. Бифокальные, можно так смотреть, можно так смотреть. Новые методы мелиорации. Он учёный и гуманист. И у него такие слова. Дай Бог, чтобы все народы на земле были не только проникнуты чувством любви к свободе, но и хорошо знали права человека. И чтобы философ-мыслитель, куда бы ни ступила его нога, мог сказать, это моя страна. Ну, я вам до контраста вспомню слова Пушкина. Чёрт догадал меня родиться с умом и талантом в России. Франклин мечтал, чтобы учёный, мыслитель, куда бы ни ступил, мог сказать, это моя страна, я здесь на месте. Настолько все страны проникнуты чувством свободы. И чувством любви к свободе. И знали права человека. Он способствовал формированию духа гражданственности. Он ненавидел рабство. Он создал первую городскую больницу. И знаете, что он ещё создал? Больницу для психических больных. Потому что он видел, что и такая трагедия есть. И он сила видел, сила в единстве. Бенджамин Франклин. Теперь будет у нас ещё, это второй президент будет, Джон Адамс. Я немножко про него хочу рассказать. Джон Адамс формирует... Это тоже три этих имени. Ну, эти два осознавателя. А Адамс будет просто вторым президентом. И он сформирует систему власти в Америке. Там будет тоже власть законодательная, исполнительная. Две ветви власти. И он изучит все системы, какие были до Америки. Он изучит республику в Риме. Он изучит строй во Франции. То есть, понимаете, как машину. Как Андрей свою машину налаживает. Там не стучало, тут заводилось, тут масла было, тут бензина хватало. Понимаете, он прямо так вот. Как работает? Что она должна как машина работать. Вы понимаете, это большое искусство. У нас тоже есть законодательная, исполнительная власть. Но она не работает. Она не работает. Потому что, что законодательное, что, вернее, как это, что президент скажет, то парламент и делает. И зачем тогда он нужен? И Адамс, он был в восторге, когда какой-то закон, который президент, уж не помню, он или другой президент, хотел провести, а вот парламент не пропустил. Хотя это был, хотя это был его закон, и он заинтересован был, чтобы он работал, а его отвергли. А он был в восторге. Понимаете? Работает, значит. Работает. То есть там есть сопротивление. Они, эти устроители, отцы-основатели, они предусматривают право на несогласие. Это входит в демократию. Право на несогласие выражается демонстрациями. Я не согласен, я выхожу на улицу. Но это мы кое-что начинаем усваивать. Демонстрация. Он их разгоняет в демонстрации, нет? Ничего там не разгоняют. Сколько же он про это было за ремонт? Значит, ну тут было по четыре года. Два раза, по-моему, легко. Ну, иначе я боюсь тебе сказать. Кто, сколько. Четыре года было установлено. Это были принципы демократии изложенные. Значит, все люди созданы равными. Все люди наделены Творцом определенными правами на жизнь, на свободу, на счастье. Назначение правительства – гарантировать свободу личности. Иначе народ может сменить правительство. Не из-за человеческих причин, а когда длинный ряд злоупотреблений, насилий, когда возникает угроза деспотизма. Тогда долг народа – свергнуть такое правительство. Ни один король, ни один парламент не полномочен лишать людей и их прав. Ну и дальше они заключают. Права человека выше божественного права. Но это, чувствуете, французское просвещение. Естественное право – это учение 17-18 веков. Просвещение. Деятельность всей Вселенной подчинена рациональному плану, который может постичь любой человек путем изучения им окружающего мира. Почему все вот эти отцы-основатели столько предметов изучали, всеми науками интересовались? Они смотрели, как устроена Вселенная, по какому плану надо им жить. У них же не было откровения божественного. Они стремились постичь, как устроена она, и вписаться в это устройство. Люди просвещения были рационалисты. Мир как-то устроен, так надо узнать, как устроен, и жить в соответствии с этим устроением. Почему они интересовались и астрономией, и агрономией? Они интересовались устроением мира. Я смотрю, как интересно мудрый Господь делает. Он и такую эпоху создал. У вас какой-то вопрос есть? Деизм и эпоха просвещения. Плюсы и минусы. Вы хорошо знаете минусы, что это отход от такой веры. Но были большие плюсы. Вы знаете ли, когда... Это эпоха холода, мороза даже религиозного. Но при этом вымораживаются тараканы. Вы знаете, вы не все вечно. Тараканы исчезнут. Вымораживаются... Исчезли иезуиты, которые держали в терроре. Почему они держали в терроре? Они угрожали гиенной огненной. А сейчас люди перестали верить в такие вещи. В эти ужасы, в эти страхи, в эти суеверия многие. Какие были ужасные суеверия, что если еретика не казнить, тогда постигнет беда, пьет народ. Вы знаете. Так вот, это исчезло. Потому что еретик тоже имеет право на свои взгляды, имеет право их выражать. И никто его не будет сжигать. Вы поняли эти мысли? Что появилось достоинство человека во время эпохи просвещения. И потом вообще, вот эта роль образования для, безусловно, важной роль. И исчезли иезуиты. Правление большинства. Если большинство людей убеждается в том, что правительство не отвечает его интересам, они имеют право заменить его. Видите, какие вещи? Естественное право включает в себя право человека на жизнь и свободу, но оно имеет и более фундаментальный характер, и более важно, чем юридические законы, которые могут заменяться. Естественное право. Высокое право. Ну вот. Ну и, значит, послушайте дальше. Люди, совершившие американскую революцию, люди, которые создали новую американскую нацию, были порождением эпохи просвещения. Этим всем нужно хорошо понимать. Они верили во всемогущество разума, в достижимость конечных целей, которые разум провозглашает неоспоримыми и справедливыми. Они читали эти законы всеобщими. Джефферсон создал программу наступления на невежество. Общедоступные школы, колледжи создал, чтобы все могли получить образование, чтобы не было невежества в стране. Наступление прямо на невежество. Но это нам все это очень близко. Мы тоже переживали такую эпоху. И я могу с радостью сказать вам, что, может, единственная такая положительная сторона нашей прежней системы, у нас была неграмотная Россия. У нас сейчас таких нету, кто же читать, писать не умеет. Ликбез, ликбез, да, ты без грамотности. На каждом заводе была своя интеллигенция. Жены, директоры или там инженеров. Все жены были привлечены учить рабочих читать, писать. Ликбез, ликбез, да, ты без грамотности. Были образованы рабочие университеты, без всяких конкурсов, рабочие институты. Образованы для женщин эти бесслужевские курсы. То есть, это еще до револиции. То есть, понимаете ли, наступление на невежество – это важнейшее дело Джефферсона. И эти отцы-основатели, они считали законы, открытые им, универсальными, всеобщими. Они были уверены, что их примеру последуют все люди, все страны. Они были уверены, что они зажгли факел свободы для всего мира. Вы поняли статуи свободы? Это всемогущество разума, это всемирное значение американской революции. Поняли? Это свобода для всех народов, которые пойдут по их пути. А что вы не реагируете? Мы же тоже так верили. Мы же тоже верили, что коммунизм мы сделаем для всего мира, и все пойдут народы по нашему пути. Франция горячо поддерживала американскую войну независимость. Франция и Америка очень дружили, и у меня всякие высказывания есть французских ученых, восхищенных Америкой. Я даже некоторые прочитаю вам. И в то же время это не мешало Джей Ферстону купить у них Луизиану. Вот такие прекрасные вещи, цитаты. Это один из рационалистов эпохи Просвещения, в общем, французский журналист. Если бы меня спросили, чем прежде всего можно объяснить богатство и растущую силу американского народа, я бы ответил высокими достоинствами американских женщин. Это было что-то очень особенное, американские женщины. Безстрашные, мужественные, деловитые, организованные, организаторы, предприимчивые, с массой идей, которых у них рождалось. Многие идеи они подавали, они стояли всеми рядом со своими мужчинами. Понимаете как? Вот. У Адамса была такая жена, ее звали Абигейл. Мне хотелось бы, чтобы вы помнили о женщине и были бы к ним щедрее и доброжелательнее, чем те, кто жил до вас. Не наделяйте мужей столь неограниченной властью. Помните, все мужчины, если бы могли, были бы тиранами. Если женщине не будет уделена особой заботы и внимания, мы сбутуемся и откажемся от законов, которые не предоставляют нам право голоса или представительства. Если это не наша страна и нам тут делать нечего, мы и поддерживать ничего не будем. Понимаете как? Вот я вам говорю, чтобы вы понимали, причины на все свои вот такие глубокие причины есть. Вот. И влияние печати в Америке велико. Если ряд органов печати объединятся в проведении определенной кампании, то их влияние делается неодолимым. Общественное мнение, на которое постоянно оказывается нажим в одном и том направлении, в результате поступает этому натиску. Ну, то есть вот традиционная американская вера в прогресс. Страна работает для прогресса, для развития. Вы знаете, я вам говорила уже, что это была идея и вера всей эпохи просвещения, вера в прогресс. Но вот интересно, что Бог знает наш состав и нашу историю. И Он говорит, не приобретайте и не надейтесь на богатство. Вы понимаете, как? И не устраивайтесь навечно и надолго. Ты трудись, но не привязывайся. Ты имей деньги, но не уповай на них. А лучше раздавай. Вы понимаете ли, потому что это всё и там есть и актеворы подкапывают, и ржавчину съедают. В общем, я так вот такие поразмыслить. Вот эта вся великая американская мечта, она рухнула. Америка сама переживет жесточайшие кризисы, когда надо будет бросать зерно в океан, потому что перепроизводство, невыгодно производить. Вы знаете ли, что такие ситуации были фермерам, платили деньги, чтобы они не засевали или чтобы они зарезали скотину. Вот какие невероятные вещи такие. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok